В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! Увидел свет новый сборник стихов народного поэта Карачаева-Черкесии Башира Батчаева. В книгу под названием «Под ручку с прошлым» вошли стихи на русском и карачаевском языках. И сегодня автор книги – гость нашей программы. С ним встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем! Доброе утро, Башир! Доброе утро! Благодарю вас за то, что вы нашли время и снова пришли к нам в гости. Башир, буквально перед Новым годом вышел ваш очередной сборник стихов. С чем я вас поздравляю? Сборник называется «Под ручку с прошлым». Насколько я понимаю из названия, это какие-то воспоминания. Это у меня 30-я книга. У меня мечта была к моему круглому ювелею, дате вернее, чтобы у меня 30 книг было. Это 30-е. Новые стихи, абсолютно новая тема. И воспоминания о прошлом. Я вот и название такое – «Под ручку с прошлым». Я вот вспомнил, как моя мать меня верила за руку и на мельницу. Мы с ней пошли. И она груз, мешок с кукурузой на спине, и меня за ручку взяла. И там вот на обложке тоже такой рисунок приблизительный. Поэтому воспоминания стариков. Вообще, то, что я чувствовал, что видел. Вы очень плодотворный, конечно, поэт, писатель. Мне бы хотелось узнать, здесь, в этом сборнике, вы по традиции писали стихи, включили стихи на русском языке и на своем родном карачаевском, правильно? Я вообще, честно говоря, за последнее время я всегда пишу. И на русском пишу стихи, и на своем родном языке. Это как получается. Вот, например, придет мысль на русском языке, да, сама проходит. Я вот это пишу, чтобы это потом не можешь вспомнить даже. Если не напишешь, все, этого стиха уже нету и мысли нету. А на своем языке, вот то, что я пишу на своем языке, эти на карачаевском стихе, стихи, да, я их, например, не перевожу, не стараюсь перевести на русский язык, потому что там уже переводчик нужен, нормальный переводчик. А то, что ко мне приходит на русском языке, сама вот эта мысль, стих приходит, вот это я и пишу. Кто оформлял эту книгу? Это вообще я сам художник этот. Но там один русский парень, который... Помогал вам. Он сделал окончательно вот этот переплет. Основной рисунок, да. Основной рисунок он сделал. Где книга вышла? Книга вышла на артистат, в Мухарбе. Да. Я очень признателен этому человеку. Это человек вообще, человек с большой буквы. Он такой добрый, уважительный и идет тебе навстречу и радуется твоей поэзии. Я думаю, что на 30-м сборнике вы не остановитесь. Я желаю вам творческих успехов и с выходом новой книги поздравляю. Спасибо большое вам. Спасибо. За приглашение. Спасибо. Новый информационный день. Продолжается увещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы русской редакции. В 14.30 в «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова